Это День Города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема дня. По принципу домино, рухнувшая плита перекрытия в одном из рязанских домов едва не обрушила всю девятиэтажку. В поисках контрафакта рязанские полицейские нагрянулись с проверкой на один из рынков. А город подумал, учения идут. И правильно подумал, в Рыбновском районе сотрудники МЧС масштабно тренировали борьбу со стихией. Жилой дом по улице Зубковой буквально рассыпается на части. Утром здесь произошло обрушение плиты перекрытия. Армированная бетонная конструкция рухнула на технический этаж, к счастью, никого не задев. Впрочем, как выяснила Анна Герцовская, разлом вовсе не случайность. Приколоченные деревянные доски не спасли эту бетонную плиту от падения на технический этаж. Видимо, представители управляющей компании выбрали заведомо бесполезный способ текущего ремонта. Как пояснили жители дома номер 25, корпус 3 на улице Зубковой, затопление девятого этажа здесь происходит с 2010 года. Жильцы регулярно обращались во все инстанции, жаловались на гниющие перекрытия. Их не слышали. Писали неоднократно. У нас уже пишут не только председатели, уже пишут просто все жильцы. И у нас текло и текло. У нас в этом году вообще был потоп на крыше. Это все, 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 все девятые этажи, вот все квартиры. Без исключения. Капитальный ремонт кровли этого дома намечен на 29-й год. Текущий никто толком не делал. В результате люди справлялись с проблемами самостоятельно. Вот эти вот приспособления сделали сами жильцы для того, чтобы уберечь свои квартиры от затоплений. Подобные водоотводы установлены по всему техническому этажу над каждой квартирой. И если предотвратить попадание воды в квартиры как-то стало получаться, то разрушение бетонных перекрытий никто не отменял. В результате одно из них рухнуло ранним утром 15 апреля. Сегодня в районе 6 часов очень сильно трясло дом. И уже буквально утром мы узнали о том, что у нас обвалился во втором подъезде на девятом этаже то ли стена, то ли крыша, мы не поняли. Да и сами жильцы последних этажей также не сразу поняли, что происходит. Однако у одного из них в результате ЧП откололся кусок потолка на балконе, где планировался ремонт. Хотел балкон делать, теперь я не знаю, буду делать или нет. Потому что вот отсваиваются, я сейчас сделаю, деньги вложу в это, и все упадет. Я огорчен, за что я деньги плачу. Что, вот так вот на пороховой бочке жить? Придешь домой, ляжешь спать, а тебя просто завалит. В соседней квартире прямо над местом падения плиты ранним утром на диване отдыхал сын Татьяны Дмитриевой. Он у меня психически больной человек. Он боится сюда заходить, вообще в квартиру. Он стоит около двери. Двери. Как где я его положу? Он вообще боится ночевать в квартире. Если тут вот рухнет, то вся квартира рухнет. Что мне делать? На этот вопрос, как и на многие другие, нам ответили в Управлении энергетики ЖКХ города. Угроз жизни нет, но если такие, как бы вот прям вот действительно вот эта фобия страха, наверное, присутствует, он может обратиться к нам в соцзащиту. И ему может быть предоставлено, ну, на определенных каких-то условиях там, на время вот этого возможного ремонта. Как пояснили в ведомстве, ремонт перекрытия продлится около двух недель. Заместитель начальника управления ЖКХ добавил, что управляющая компания своевременно отреагировала на обрушение плиты, а экспертная организация обследовала место ЧП и подготовила проектно-сметную документацию на аварийно-восстановительные работы. Подрядчик завтра выходит, делает, значит, купол для того, чтобы атмосферные осадки не проникли вниз на этажи, все девять. Вот, будет плита эта демонтирована, и монолитом будет сформирована новая плита и усилены те плиты, которые рядом. Управляющая компания договор с ним заключает, и все необходимые проектные решения уже получены. В свою очередь, председатель многоквартирного дома еще в начале этой недели обратилась в прокуратуру, чтобы ответственные организации привели технический этаж в порядок. У меня там, понимаете, происходит ночью какое-то движение плит. Это я не знаю, что там, хресь, это ночью происходит, такой вот, какой-то стук, треск какой-то, я боюсь. Мы уже в аварийном состоянии, мы, ну, просто боимся, правда, спать уже боимся, что что-то, что-то рухнет и накроет этой плитой. Быть может, камера не передает всего того, что происходит на техническом этаже, но здесь невооруженным глазом видно, что эта стена находится под наклоном в сторону улицы. Жильцы считают, что и стены на техническом этаже скоро могут сложиться. Переживая за свои жизни, граждане планируют вновь обратиться в прокуратуру, если должного результата не будет. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще 12 апреля на рабочем совещании глава администрации Рязани Елена Сорокина поручила наращивать темпы уборки городских территорий. Коммунальные службы ускорились и уже приводят в порядок улицы и общественные пространства. Они вывозят мусор, ликвидируют стихийные свалки. Но главный противник после схода снега – это пыль. Станет ли легче дышать пешеходам? Олеся Катровская. Традиционная весенняя уборка города в самом разгаре. Сейчас в Рязани моют тротуары, ограждения и бордеры, поливают проезжую часть, убирают смет и мусор. Это ключевые задачи на сегодняшний день. Сейчас техника работает на площади Театральной. На данном участке проводится помывка пешеходной дорожки. Также проводится отмывка заборов после весеннего периода. На данном участке задействованы две единицы техники – это трактора «Керхер». Также работа проводится по сбору случайного мусора, по механизированному подметанию тротуаров. Следующий этап – это будет площадь Победы и скверно-соборный. Также подкрашиваются бордюры, ограждения. На улице Рязани вышли поливомоечные машины и пылесосы «Камазы» со специальной вращающейся щеткой. В городе должно стать значительно чище и легче дышать. Но коммунальщики обещают, что будет еще лучше. Чистые заборы и тротуары покрасят. Комплексная уборка продлится весь апрель. Коммунальщики должны убрать и очистить город к майским праздникам. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Для всех любителей контрафакта плохие новости. Рязанские полицейские в эти дни проводят спецрейды. Причем появляются, как правило, внезапно. Вот и на этот раз их появление на одном из рынков стало для торговцев полной неожиданностью. На рынок Рязанской области нагрянули полицейские. Правда, не за обновками, а с профилактическим мероприятием. Направлено оно на пресечение фактов изготовления и оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации продукции. Очередная торговая точка и уже подделка. Хотя бы на кроссовках вместо Абибас фирма-производитель написано правильно. А в курсе, что реализовывать продукцию с логотипом, контрафактную, запрещено? И остатки продаем прошлогодние. Мы не привезли никаких контрафактных. Новую у вас не было? Это прошлогодний товар, да? Продавец говорит, что продукция не контрафактная, а прошлогодняя. Новую вот не завозят. Но тот факт, что все это подделка не отменяется. 13 апреля в ходе проверки на центральном рынке города Рязани сотрудниками Управления Организации охраны общественного порядка ОМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по советскому району города Рязани выявлен факт реализации индивидуальным предпринимателям продукции с признаками контрафактности в количестве 358 единиц. На предметы обуви были нанесены товарные знаки известных брендов. Теперь в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное расследование по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». За это нарушение грозит штраф в размере трехкратной суммы контрафактного товара. Предприниматель заплатит минимум 50 тысяч рублей, а весь товар с незаконной маркировкой у него конфискуют. Рейдовые мероприятия продолжаются. Валерий Седов, телекомпания «Город». Горящие поля, вертолеты, воющие сирены едва не переполошили жителей Рыбновского района. Здесь было жарко не только по причине весеннего солнца. По сценарию масштабных учений МЧС огнеборцы сражались с весенним палом травы, а Марина Романюк с азартом спортивного болельщика за всем этим наблюдала. По решению Совета безопасности Российской Федерации в регионах страны на этой неделе прошли масштабные командно-штабные учения. Сотрудники ведомств отрабатывают две актуальные в этот период темы. Ликвидация последствий половодия и предупреждение и ликвидация природных пожаров. Учения проходят в три этапа. На первом этапе были отработаны вопросы оповещения, сбора личного состава территориальной подсистемы, единого государственного системы по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций, оповещения и также приведения в готовность. Основной задачей на первом этапе это было уточнение всех планов действий. На втором этапе на территории области вчера были отработаны вопросы о минимизации последствий весеннего половодия. Практические мероприятия проходили на территории Проросского и Кораблинского районов. Были отработаны вопросы эвакуации людей из населенных пунктов, подверженных воздействию весеннего половодия. Для этого были задействованы силы администрации. Люди были условно размещены в пунктах временного размещения. Финальный завершающий этап учения был посвящен ликвидации природного пожара. Главной задачей на этом этапе была отработка взаимодействия всех ведомств. Чаще всего на практике пожар первыми обнаруживают местные жители. Раньше других к месту возгорания, как правило, прибывает подразделение добровольцев. Именно по этому сценарию сегодня и развивались события в Шехмино, Рыбновского района. Затем провели авиаразведку местности. После к месту прибыли сотрудники пож-леса и противопожарной службы. Завершающим на место прибыла аэромобильная группировка главного управления в частности России и Порезонской области. Следует отметить, что аэромобильная группировка была создана пять лет назад, которая объединяет несколько пожарных подразделений и специализируется на тушении особо крупных пожаров, а также может быть переброшена в любой регион нашей страны для оказания помощи соседям. Печальный опыт прошлых лет показывает, что любое неаккуратное действие, будь то брошенный окурок, подожженная трава или другая оплошность, может обернуться настоящей катастрофой. В связи с чем на состоявшемся в рамках учений межведомственном совещании обсудили вопросы взаимодействия для того, чтобы сотрудники МЧС могли отреагировать на раннем этапе. В пример привели возгорание от снаряда после стрельб в Сельцах в 2019 году. Территориальному гарнизону заблаговременно, за сутки до начала стрельб на полигоне, руководителям полигона передать информацию в ЕДДС Рыбновского района и РПДО Пожлес, Министерство природопользования. Мы, чтобы могли взять на контроль, организовать необходимые силы и средства для эффективного своевременного применения на раннем этапе. 2019 год нам показал, что не своевременно нам пришла эта информация. И, конечно, аккуратнее в лесу стоит быть каждому из нас. На территории Рязанской области в настоящее время установилась жаркая и сухая погода. И, к сожалению, многие люди забыли печальный опыт прошлых лет. Это печальный опыт 2010 года, когда лесные пожары переходили на населенные пункты и также других годов. И уже в большинстве районных массово происходит опало сухой травы. Мы просим всех жителей соблюдать правила пожарной безопасности, исключить использование открытого огня на природе, не разжигать костры, не бросать непотушенные окурки. Первое сообщение о возгорании травы было зафиксировано 6 апреля. К сегодняшнему дню возгораний уже более 500. И, несмотря на многочисленные предупреждения, количество случаев стремительно растет. Если за сутки 14 апреля возгораний в регионе зарегистрировано 69, то уже в следующие сутки – 150. Несмотря на показанный во время учений высокий уровень готовности служб региона к чрезвычайным ситуациям, каждому стоит соблюдать рекомендации пожарной безопасности. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Манифест футуристов или триумф плутовства. В Рязанском художественном музее обновили выставку «Бубновый валет. Звезды и спутники». Часть работы уехала в Москву. Символизм новых картин понял Валерий Седов. Любителей классической живописи этот калаш может сбить. Но работа Любови Поповой преследует такую цель – шокировать, поменять классические устои. Даже название коллажа говорит само за себя – живописная архитектоника. Западноевропейский кубизм, постимпрессионизм соединяются с народным творчеством на выставке «Бубновый валет. Звезды и спутники». А совсем недавно экспозиция эта обновилась. Это работы амазонок русского авангарда. Наталья Гончарова, Любови Поповой, Александра Эскстер. Имена этих художниц вошли в аналы мирового искусства. Их произведения очень высоко оцениваются на мировых аукционах. В Рязанском художественном музее два зала посвящены работам художественного объединения «Бубновый валет» – общество, которое появилось еще в 1910 году. Название выбрано не случайно. У картежников это означало «обманщика» или «плута», а у гадалок – «молодость» и «горячую кровь». Эти художники нанесли, что называется, пощучину общественному вкусу. Так назывался как раз «Манифест футуристов», написанный Давидом Бурлюком, где требовалось взорвать изнутри устои старого буржуазного академического искусства и провозгласить новые пути, новые пути миропонимания, восприятия. То есть, по сути, эти художники были революционерами. Художники постоянно работали и над собой, и над своим творчеством. Сначала появилось много работ, которые обычный зритель не понимал. Но при этом все признавали, что картины эти красивые. Теперь они украшают выставочные залы Рязанского художественного музея. Посетить обновленную выставку можно до 20 мая в любой день, кроме понедельника. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова